БОЛЬШИЕ ПРИЗНАКИ СУДНОГО ДНЯ. ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. БИСМИЛЛАХИРРРАХМАНИРРРАХИМ. ИМЕНЕМ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО МИЛУЮЩИГО. Уважаемые зрители! Одним из величайших знамений Дня Воскресения является второе пришествие пророка Исы и убийство Даджжаля. Коран и Сунна свидетельствуют о том, что Иса не умер и явится снова. Аяты о втором явлении пророка Исы. Вот сказал Аллах, о Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого Дня Воскресения над теми, которые не уверовали. Затем вам предстоит вернуться ко мне, и я рассужу между вами в том, в чем вы разошлись во мнениях. И сказали, воистину мы убили Мессию Ису, сына Марьям, посланника Аллаха. Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Те, которые припираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно не убивали его или не убивали его с уверенностью. О нет, это Аллах вознес его к себе, ведь Аллах могущественный, мудрый. Вознесение пророка Исы на небеса. Отрицая его убийство, Всевышний Аллах показывает, что Иса вознесся на небо. Этот аят является окончательным доказательством вознесения пророка Исы, мир ему, на небеса живым. Несомненно, эта точка зрения верна. Цель этих аятов – показать невежество христиан и иудеев, распространяющих ложную веру в то, что Иса был убит и распят. Одним словом, аяты указывают на то, что пророк Иса, мир ему, жив, что он находится в присутствии Аллаха и вернется на землю до дня воскресения. В хадисе, переданном Ибн Аббасом, да будет доволен им Аллах, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал об аяте «Воистину он, Иса или Коран или Мухаммад, является признаком часа». То есть Иса, сын Марьям, явится перед судном днем. Муджахид, один из ученых табиинов, сказал. Тот факт, что Иса, мир ему, является знамением часа, и что он придет до дня воскресения, означает, что он явится. Исламские ученые говорят, что значение слова «мутауафика» в 55-м аяте Сура Али-Имран не о том, чтобы убить, а о том, чтобы вознести его к Аллаху. В шаукане, да помилует его Аллах, сказал. Здесь подразумевается покой сна. Аналогичный смысл содержится также в этих аятах. Он тот, кто усыпляет вас ночью и знает, что вы делаете днем. Затем он воскрешает вас днем, чтобы исполнился назначенный срок, завершился срок вашей жизни. Затем к нему вам предстоит вернуться, и затем он поведает вам о том, что вы совершали. Аллах забирает души в момент смерти, а ту, которая пока не умирает, во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до определенного срока. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, просыпался, он произносил следующие слова. Хвала Аллаху, который оживил нас после того, как умертвил нас, и к которому предстоит возвращение. Хасан, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал иудеям, «Нет сомнения, что Иисус не умер. Он придет к вам перед днем воскресения». Ибн Абу Хатим, Ахмад ибн Синан, Абу Муави, Аля Амаш, Минхал ибн Амр, Саид ибн Джубейр, ибн Аббас, да будет доволен имя Аллах, рассказывают, что когда Аллах пожелал вознести Иису, мир ему, на небеса, в доме с ним было 12 его апостолов. Иса вышел к ним, омывшись водой из источника, и когда он предстал перед ними, с волос его еще капала вода. Иса сказал им, среди вас будет тот, кто отречется от меня 12 раз, после того, как он уверовал в меня. Затем сказал, кто из вас согласен принять мой облик, быть убитым вместо меня. В другом повествовании и оказаться со мной по степени в раю. И встал самый молодой из апостолов, Сарджис. Иса сказал ему, нет, сядь, ибо ты очень молод. Затем вновь обратился к ним, кто готов пожертвовать собой за меня. Но опять никто не решился, кроме этого юноши, который сказал, я готов пожертвовать собой вместо тебя. Тогда Иса, мир ему, сказал, да, значит быть тебе. Ис не зашло на юношу подобие сходства Исы, мир ему. И был вознесен Иса на небеса через проем в потолке дома. Ибн Аббас продолжил, иудеи принялись искать Ису, мир ему, и схватили его двойника, убили его, а затем распяли. И отреклись от Исы, мир ему, некоторые из его апостолов, 12 раз, после того, как уверовали в него. Они, неверующие, хитрили, и Аллах хитрил. А ведь Аллах наилучший из хитрецов. Этот аят говорит нам, что иудеи хотели убить Ису. Предатель по имени Яхуза приходит к Исе со своими последователями, чтобы убить его. Но Всевышний Аллах возносит Ису, мир ему, на небеса и уподобляет Яхузу, пророку Исе. Обыскав дом и не найдя Ису, Яхуза выходит из дома. Те, кто пришел с ним, подумали, что Яхуза – это Иса, и убили его. Ибн-Жарир со слов Муджахида, да помилует его Аллах, передает, что они повесили кого-то, похожего на пророка Ису. А Иса, мир ему, вознесся живым на небо. Эти аяты являются доказательством того, что пророк Иса жив, и одним из больших признаков дня воскресения является его второе пришествие. Перед судным днем обязательно произойдут следующие события. Иса ибн-Марьям спустятся с небес к белому минарету мечети к востоку от Дамаска на крыльях двух ангелов. Он уничтожит свиней и сломает кресты. Он будет править согласно шариату пророка Мухаммада. Он убьет даджаля и распространит ислам по всей земле. Всевышний Аллах говорит. Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него, Ису или Мухаммада, до его смерти, до смерти Иисуса или до своей смерти. А в день воскресения он будет свидетелем против них. Ибн-Аббас истолковал этот аят как «перед смертью Исы сына Марьям». Это произойдет после второго пришествия пророка Исы, мир ему, и до того, как Иса умрет. Каждый из людей Писания обязательно уверует в религию Ислам и Вознесение Исы, как сообщается в Куране, и познают неизменную веру в единобожие. Хадисы о пришествии пророка Исы Абу-Хурейра передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Клянусь тем, в чьей глани душа моя, поистине скоро придет к вам сын Марьям, и будет судить вас, как справедливый судья, и сломает крест, и уничтожит свиней, и отменит жизью, после чего денег будет так много, что никто не станет их принимать, а земной поклон станет лучше, чем этот мир и все, что в нем». В другом хадисе пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Каково будет ваше состояние, когда явится к вам сын Марьям и станет совершать молитву, стоя за имамом из вашей общины». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Иса, сын Марьям, придет на рассвете, когда имам будет стоять с ними на намазе. Имам отступит и захочет уступить ему место, но Иса положит руку ему на плечо и скажет «Иди и продолжи свою молитву». Имам выйдет вперед и возглавит молитву. После этого Иса, мир ему, отправится в Иерусалим. Там, у ворот Лудда, Иса настигнет Даджаля и убьет его. Когда Даджалю видит Ису, он растает, как соль растворяется в воде. Джабир ибн Абдаллах передает, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Группа моей уммы будет продолжать сражаться за истину до дня воскресения». Затем сойдет Иса ибн Марья, и Махди, их имам, скажет ему «Приди и возглавь нас в молитве». Иса ответит «Нет». Один из них должен вести молитву других в знак почета от Аллаха этой умме. Описание пророка Исы. Пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал, пророки – братья от одного отца. Матери у них разные, а религия одна. Из всех людей в этом мире и в мире вечном я наиболее близок к Исе, сыну Марьям. Между мной и ним нет пророка. Пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал, я встретил Мусу в ночь Исра. Он был высоким и с прямыми волосами. Я также встретил Ису. В другом повествовании мне во сне был показан мужчина возле Каабы. Я обратил внимание, что он был самым красивым из всех брюнетов, смуглых, которых я видел. Волосы у него были прямые, пряди доходили до плеч. Вода капала с его головы. Положив руки на плечи двух мужчин, он совершал тавав. Кто это? – спросил я. Мне ответили, он Мессия, сын Марьям. В другом повествовании я видел Ису. Тот, кто больше всего походил на него, был Урва ибн Масуд. Я также видел Ибрахима. Ваш брат, пророк показал на себя, больше всего похож на него. Я видел Джибриля. Больше всего походил на него Дихья ибн Халифа Аль-Кальби. Продолжение следует...